Созерцающая Спасибо тебе еще раз за донат Так Смотрим, что-то изменилось Вспышку не поменяли Бдительность не поменяли Окей Значит у нас все хорошо Все просто отлично Здесь будет по 8 урона Мы не можем обоих убить, да? Ну, ладно Йоу Рамзе, спасибо тебе за чин Забег специально для тебя Номер 435 спит Кто? Чего? Твоя шутка Я ничего не понял О, смотри какой этот Арт Огонь Щелбан Наносит 1 урона Если противник получил 3 шелбана Он получает 40 урона Простите, что? Щелбан, вы серьезны? Окей Мы ее потестим Я не уверен Насчет вот этого Но мы ее потестим Почему они решили Назвать карту Селбан Ой, не спрашивай меня даже Я тоже не знаю Это останется для меня С загадкой Надолго Яу, Рамзе Спасибо за чир Варлок Научись читать Обидно вообще-то В смысле? Чего научись читать? Забег специально для тебя Номер 435 Слит Прости Йоу Привет Варлок Только хотел вчера Сказать тебе Про спачи Робинса Как ты уже Выпустил проплаченный Как ты сам сказал Обзор Почему Я не для стримов Я бы посмотрел На это В прямом эфире Класс Обзор Кстати Как там кошка Будет жить Йоу Кайто Спасибо тебе Громадное За донат Целых 200 Спасибо большое О, господи На победу До возродятся Неиспользованной Анимации Донатов Чаёчек Спасибо тебе За донат 176 Сердечком Спасибо Громадное Тебе Ребят Ребят Так Очень много Донатов Я вам Так Благодарен Так Сейчас я их Почитаю все Окей У нас Кстати Колода Отвратительная Вы видите Что происходит Сначала Кайто Так Спейс Робинзон Я считаю Что игра Не то что она Игра не для стримов А лично мне Хочется ее Если я буду ее играть Я хочу ее играть На запись Как бы сам с собой Мне иногда хочется Самому с собой Поговорить Окей Блаж у меня такая Да Хочу Сам с собой Поговорить Поэтому Такие дела И как раз Мне кажется Спейс Робинзон Подойдет Под этот Под этот Формат Кошка Слушай Кошка Сейчас приехала Домой Вообще Классно Я сыграл Щелбан Очень помог Бомбовая карта Никаких проблем В ней нет Это одна из лучших Карт в игре Мы умрем В этом бою Но Это не проблема До свидания Просто начнем Еще один забег Я в шоке С этого персонажа Иногда Просто С кошки Лучше Она уже Нормально В сознании Все Она сидит Немножко Ходит Единственная Проблема Пока что Она плохо Ест Точнее Она в больнице Ничего не ела Вообще Ничего не ела Они ее кормили Насильно Через шприц А здесь Дома Она чуть-чуть Поела сухой корм Так что В принципе Я порадовался Что она Хотя бы Сухой корм Начала есть Сейчас она на кухне В клетке Там греется Отдыхает Посмотрим Посмотрим Чего будет Ребят Но она Выглядит Намного Лучше Чем была Изначально То есть Как бы Хотя бы Она Не этот Не в ужасном Состоянии Обнову Прочитать Не Не буду Так И чайочек Спасибо тебе Тоже за донаты Все раз Возродятся Неиспользованные Анимации Донатов Да Вивали Революсион Мне нравится Вот это Вот это Один из тех Жанров Особых Видео Которые Очень Хороши А я Все равно Никак Не урубаюсь Зачем Этот персонаж Нужен Вы Начинайте Каждый Бой В спокойствии Ну Круто Че О Наброситься Сделали Нелегендарной Ура Не Может Быть О Стрел Испешивить Я думаю Это Финальный Арт Берете Карты Пока Не наберете Полную Руку Сжигается Что Это Вообще Законно А Шо там Подят Челс Всего 31 серии Целый год Назад Или Может Морб Сморч Я Учевечек Спасибо тебе огромное За еще один Донат 256 Сердечком Спасибо Большой Чувак Очень много Донатов Блин Чувак Я тебе Мега Благодарен Дэд Селс Я поиграл Нормально Она мне понравилась Но я больше В нее играть Пока не хочу Я Как бы Наигрался Поэтому Пока Что Мы Враг Теряет 5 Что За Карты Почему Испещрить Почему Почему Эта карта Существует И я Не понимаю Прошу Я говорил Нет Ребят Вот эта Карта Слишком Крутая Вы Понимаете Что За Один Энергии Взять Там 8 Кар Например Да Она Одноразовая Но Вы Представляете Так Дэдселс Я наигрался Она Крутая Но Мне Хватило То есть Я Я ее Прочувствовал Я ее Очень Уважаю Но Может быть Чуть Чуть Не для Меня Совсем Немножко Мморпг Это Знаешь Даже Я так Скажу Сразу Не для Моего Канала Слишком Много Времени Нужно В Мморпг Надо Прямо Играть Постоянно В Одну И ту Соответственно Ну Я Не буду Переходить В этот Режим И По моему Я слишком Стар Для таких Дел По моему Мне надо Было Этим Заниматься Лет 8 назад Когда мы С Женей Володов Играли Тогда Да Тогда Было Прикольно А сейчас Даже Не знаю Так Я Короче Беру Выходы Истоки Какие-то Для нас Чтобы мы Гнев Нормально Могли Играть Хоть Как-то И Сау Перепих Спасибо За донат Привет Тебе Кошачий Дед Мозаик Как Делаю Пациентки Ждем Робинзон Crying Sons И Билд На Шелбан Ну Насчет Билда На Шелбан Я тебе Могу Скорее Всего Его Нахрен Не Будет Потому Что Я Не Понимаю Что Это За Карта И Чем Она Блин Братик Сто лет Тебя Не Поддерживал Меньше Чем Три На Твич Точка Тв Слешу Орлочек Не Подписался С Тремя Энергии Остался Я Спасибо тебе Огромное За Донат Никитка Спасибо Большу Все Добро Пожаловать На Стрим Приятного Тебя Просмотра Надеюсь Тебе Все Понравится Рамзе Прости Что Я Твой Тир Пропустил Сейчас Я Посмотрю Как мне его найти Теперь Ааа Ты понимаешь Теперь в чате Черт Таз 2 Найдешь Да Очередной Забег Для Чаечка Слит Номер 436 Слушай Ну что Я Сделаю Что У меня Так Забеги Сливаются Я же Не специально Мне кажется Мы опять Элиток Не можем Убивать На первом Экаже Ага Стар Самое Время Чтобы Залететь В 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 Солер Не надо Это Шутка Правда Не надо Не стоит Не смей Счать Чаечек Спасибо тебе Огроменное За За Донат Просто Гигантское тебе Спасибо за Донат Еще один В целых 80 Сердечком Да И в онлайн Вот то Что мне в жизни Вот сейчас Не хватает Именно И в онлайн Ты абсолютно Прав Засесть Забить На канал На ютуб Значит С работы Можно даже Уволиться Тоже вариант Зачем нам Это работа Когда у нас Есть Когда у нас Есть И в онлайн Слушай Прикольный Арт Я не знаю Я короче Сейчас По большому счету Беру все Подряд Карты И надеюсь На лучшие Как правило Это не лучший Способ Победить В игре Я хочу Чтобы у нас Видишь Нам не приходит Ни божественность Ничего Нам только Стойки Приходят Соответственно Попробуем Сделать Билд На стойке Опять А я не знаю Какие за нее еще Билды есть Кроме Стоек Практически Это все У нас есть Топовая фигня Испощрить Просто Бомбовая Самый лучший Добор В игре Ну вы видели Такое За 1 энергии Добор Бесконечного Количества Карты Я говорю Это должно Быть Незаконно Рагнарёк Квинет Пламени Щелбан Гнев Я вам буду С вами честен По-моему Щелбан Фигня Мне так кажется В высоком случае Очень медленно И очень долго Все эти Щелбаны Играть За 3 хода Ты наносишь 40 урона За 3 энергии Так-то классно Но если учесть Что тебе надо Эту карту Несколько раз Вытащить То становится Резко Не так Классно Щелбанов Нужно Несколько Штук Как Сисполосовать Вот это Другой вопрос Если несколько Щелбанов Есть И они Все Проапгрейдены То Может Быть Может Быть Это Зайдет Ну Давайте Попробуем Еще раз Окей Я попробую Проапгрейдить Щелбан И мы попробуем Сделать его рабочим Как Исполосовать Мы же должны Тестить Все это дело Правильно Мы же не можем Просто Сидеть И Ждать Пока к нам Соизволит Игра Подкинуть Что нибудь Интересное Правильно И я Так думаю Ага Вот он Добор Ну Теперь Все Ну Пошла Жара Щелбан Проапгрейдили Сейчас набросится Проапгрейдим Все Сколько Шпиль Длиться будет Ну еще Пару забегов Точно Оп Щелбан Следующий ход У нас будет Наброситься Испещрить Нам не стоит Его переводить Сейчас В Следующую фазу А мы Не переведем Яу Рамзай Спасибо За Чир Пару забегов По 5 минут Нет Не по 5 минут Хватит тут Мне тут Рассказывать Сколько минут У меня Забег На следующий На следующий ход Будет Будет Из щелбан Хлестнуть Поясом Подожди А как бы нам На него Щелбан Сыграть Можно Есть шанс На следующий ход Сыграть Щелбан Два раза Нету Знаешь что Вруби мне Сейчас Бдительность На следующий Ход Мы включим Гнев Через вспышку И хорошо Его разделим Ну так Я не скажу Что прям Суперски Но нормально Видишь Щелбаны Это Блин Не так круто Как Исполосовать Потому что Исполосовать Бафает Само себя А эта штука Накладывает Дебаф На противника В этом есть Небольшая проблема В том что Ты дебаф На противника Накладываешь У противника Бывает защита От дебафа Они могут Например Раздваиваться К примеру И чего Тогда Капитан Все твои Дебафы Слетают Не Она еще Не вышла Она еще В бете Убей Щелбаном Классно Снижает Стоимость Оставленных Карт Приговор Яу Приговор Классно Выглядит Всевидение С чем Мы будем Играть Сведение Если Будем Играть С 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 играть, а? Как вам такое? Нравится? Мне тоже. Мы берем молот, пацаны. Приговор хорошая штука, особенно в начале. Потом, ну, на боссах понятно, что он не очень. Ну что, мы попробуем огненную элитку здесь затащить. Она очень неудобно стоит. Не... Везде две элитки. Ну, в любом случае, смотри, куда не пойдешь, везде две элитки. Офигеть. Ну, ладно. Пошли на огненную. Че? Мелочится-то. Стибей, щелбан. Стибей, щелбан. Стибей, щелбан. Стибей, щелбан. Всем щелбан. Коллекционера с приговором в тряпке порвешь. Коллекционера. Какого коллекционера? Кто такой коллекционер, капитан? Слушай, с добором. Ты видел этот приговор только что? Вот это было круто. Вот это мне понравилось. А, я понял. Да-да-да. Я просто забываю. Волшебник. Вот этот парень. Да-да-да-да-да. Действительно. Можно там этот... Казнить его приспешников. Молотящий удар. Это на оставление билда. Он у нас... Типа уже не такой. Я не знаю, на что мы делаем билд. На что-то, видимо, дело. Нет, вы посмотрите на эту карту. Что за жесть. Ищелбан. Сейчас сделаем. Слепую удачу. Вспышка. Удар. Никого не убивают. Как-то еще тут велосипед-то изобретать, да? Нет, мы можем медитировать, щелбан. Так лучше. Тогда мы получим урон. На хрен, щелбаны. Приговор казнит противника, у кого торова меньше, чем 30 хп. Просто и ничего лишнего. 9 плюс 24. Мы можем убить одного. Сыграть две обороны при этом. Это норм. Это абсолютно норм. Более того, еще и перейти обратно в спокойствие. И... Гудбай, колючка. Слушай, хорошая колода пока. Мне нравится. Но у нас, как обычно, нет защиты. И мы умрем скоро. Потому что защиты точка нет. Щелбан надо использовать на того противника, которого ты не собираешься вот прям здесь и сейчас убивать. Ну да, щелбан похож на исполосовать действительно получается, по большому счету. Но главное отличие, что дебаф этот от щелбанана окладывается на противника, а не на тебя. И вот это неудобно. Ногой с разворота. 20 урона, вы берете две карты. Урон и плюс добор. Либо еще один переход в спокойствие. У нас сейчас не хватает перехода в гнев. Еще одного. Наверное. Но эта карта слишком хороша. Тот же, опять же, урон и добор. Чисто, без всяких лишних сделок движений. Ты приговорил. Он не виновен. Смотри. 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 Испешить. Жук. Все карты наши. Вспышка ногой. 49 урона. Вспышка потом ногой. 49 урона. А если ногой приговор, то ты умрешь. Ты не умрешь. Я идиот. Не хватает одного дамага. Уй-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кто-то провтыкал. Кто-то получит 9 урона, потому что не умеет математику. Так, конечно, делать не годится. Совсем никуда не годится. Окей, пацаны, у нас есть шанс сделать щелбану рабочим. Или нету. Или нету. Ха-ха-ха-ха. Все. Есть. Смотрите. И так, щелбану в работе. Жух. Вау. Ну, ни хрена себе. Ух ты. Прикинь, какой дамаг. Обалдеть. Просто охренительно. Не могу поверить, что это настолько сильная карта. Никогда такой сильной карты не видел. Коронный прием. И... Его усилили? Нет. Он просто апгрейдженный. А если в колоде будет 2 щелбана? Ммм? Ты когда-нибудь об этом думал? Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум. Если я возьму призрачность. Хмм... Если я возьму призрачность, у меня останется панты хп. Ну, возможно, это то, что нам нужно. Потому что защиты вообще нет. Я, честно говоря, не знаю, где взять защиту. У меня вот сложно с представлением, где... Эмм... Наша... Соверцающая будет брать защиту. Я не могу вспомнить нормальных защитных карт за нее. Ни одну. Просто ни одну. Поэтому... Будет то, что будет. Я, Усаписи Куш. Спасибо за донат. Сверхная загадка. Отгадай, что общего у битвы с бандой воров красных масок? Перестрелки с дикими на заводе. Битвы с супералхимиком в Darkest Dungeon. У меня бы, наверное, не получилось бы выиграть ни в одном из этих боев. Вот что между ними общего, да? Шелбан! Мы его на следующий ход убьем. Он здесь набросится. Испешлить. Ну, с испешлить мы должны его убить. Поэтому я один урон не буду получать. Не Darkest, а DICE. Ну, знаешь, я с супералхимиком. Не помню, чтобы дрался. В DICE. И что, убьем элитку? Тогда у нас не будет хилки перед огненной элиткой. Нам нужно попытаться огненную убить. Пока еще не поздно. Пока у нас есть шанс. Четыре хода призрачности. Вау! Ну и переходим в гнев. И все. Ай-яй-яй, я забыл. Ты будешь дамажить, да? Пропекал. Да точно. Против птичек призрачность не очень хорошо подходит. Чу-чу-чу-чу-чу. Я очень нерешительный сало или подсолнечное масло. На чем жарить? Че-па. Йоу, чаечек. Спасибо тебе. Огромное за донат 128 сердечком. Спасибо тебе большое, чувак. Ну, слушай, вопрос на самом деле интересный. Потому что... Все будет зависеть от того, что ты жаришь. То есть здесь же... Смотри. На сале... Ну, я 100% предпочту жарить большинство макаронных. Ну, блин. Раз ты жаришь на сале, я предполагаю, что ты не мясо жаришь, да? Если ты жаришь мясо, я всегда предпочту либо чисто масло подсолнечное, либо смесь подсолнечного масла и масло сливочного. Вот это мне нравится. Потом, смотри. Еще будет очень сильно зависеть от того, какого ты эффекта пытаешься добиться. Потому что когда ты жаришь на сале, еда получает соответствующий привкус. Если ты рис поджариваешь... Прошу прощения. Рис поджариваешь, макароны, что-нибудь такое. Если... То... Я там, конечно, на сале буду поджаривать. Рис, макароны я 99% буду поджаривать на сале. Вот совсем немножко. Если это... Что-нибудь типа рагу. Или что-то с овощами. К овощам я сало не люблю добавлять. Если в блюде есть овощи, и ты его поджариваешь, то там я сало использовать не буду. Там я всегда буду использовать подсолнечное масло. То есть мои правила. Если мясо, смесь либо сливочная, либо подсолнечная. Плюс сливочная. Если... Ну, только очень аккуратно надо жарить, потому что на сливочном подгорает. Нужно прям следить, переворачивать, постоянно двигать. По сковородке. Если это что-то с овощами, то только подсолнечное. А если это что-то типа макарон и рис, ну, типа разогреваешь, жаришь. Ну, такое, знаешь, домашнее блюдо, которое ты в ресторане заказать не можешь. То тогда сало. Вот, все. Собственно, это мои личные рецепты. Ну, вот какая-то защита. Поговори с рукой. Она одноразовая. Просто нам, чтобы потом попробовать хотя бы пару ходов пережить. Опять же, это все экспериментальные билды. То есть здесь не этот. Не заморачивайтесь очень сильно по поводу моих прогонов. Пожалуйста, не надо. Призрачность, нет смысла не играть. Жарю синенький с болгарским перцем. Да, добавить рис, отличная идея. Яо, чаечек. Спасибо тебе с донат 128 сердечком. Спасибо громаднейшее тебе. Синенький с болгарским перцем. Я голосую за подсолнечное масло. Чувак, я здесь не могу тебе посоветовать сало. Болгарский перец, по моему мнению, с поджаркой и сало вообще не сочетается. У меня все-таки... Ну, по-моему, опять же, я в кулинарии ни хера не понимаю. Это все просто мой, там, 30-летний опыт в моей жизни. Я не стал бы на сале жарить синенький болгарский перец. Рис туда добавить, да. Ну, либо, знаешь, что можно на сале поджарить отдельно рис. Если ты хочешь смешанный вкус получить. Но это надо делать на отдельной сковородке. Отдельно рис жарить, а отдельно эти овощи на масле. И потом уже смешивать в приготовленном виде. Причем и сало, и масло должно быть совсем по чуть-чуть. То есть ничего не должно плавать в этом сале и масле. Но лучше, наверное, все-таки все на масле делать. Нет, не надо туда сосисок добавлять. Ни при каких обстоятельствах. Не слушай чат. Они не знают, что они говорят. И не оставил себе на призрачность энергии. Я заговорился про... Про еду. О, лорд. Спаси меня. Кто-нибудь, хелп. Щелбан наносит двойной урон под гневом? Нет. Щелбан не наносит двойной урон под гневом. Плохо. Очень плохо. Реально, на щелбаны нужно делать билд чисто на щелбаны и все. Песец. Нет, вы видите то, что здесь происходит? Ну, мы убили огненную элитку. Поздравляю. Ох, мясо это для нас мега круто. Слушай, щелбан наносит два урона под гневом. Да, ты прав. Щелбан просто охренеть под гневом. Бомбовая вещь. Нет. Ух ты, три призрачности. Два, три. Прости, щелбан. И плюс щелбаны могут... Смотри. Когда ты играешь... Когда ты играешь через исполосовать, исполосовать начинает работать сразу же, как только ты его возьмешь. Тебе не нужно. Тебе нет необходимости апгрейдить эту карту. А щелбан нужно апгрейдить. Он по-другому не работает. КХМММФ, пожалуй, откажусь от сала. Но нафаршируй туда картошки со сливочным и мазикой запеку. Потом отчитаюсь, как прошел эксперимент, ежели чат пожелает. Угу. Яу, чайчик, спасибо тебе громадное за донатство 28 сердечком. Спасибо большое. Слушай, отличная идея. Вот. Картошка огонь. Со сливочным маслом. Да, да. Вот это самое оно. Хотя рис с синенькими лучше сочетается, чем картошка. Но картошка пойдет. Давай. Удачи всем в готовке. Ты победишь? Я верю в тебя. Йоу. Демаровский, спасибо за донат. Варлок, сможешь сказать, какие изменения ввели картошка зерцающей? Нет, я не читаю обнову. Я решил, что мы будем все методом проб и ошибок изучать. Как выжить студенту на 1000 рублей в месяц? Чувак, ну ты меня спрашиваешь. Я-то откуда знаю? Чувак, 1000 рублей в месяц за ровно 10 пачек сигарет. То есть тебе хватит на 10 дней, поэтому... Во-первых, бросить курить. А дальше уже... Ну тут я тебе никак не помогу. Озарение берет те две карты. Стоит 0. Странная защита с добором. Усвоенный урок. Нирвана. 4 защиты, когда вы предсказываете. У нас не так много предсказаний. Наверное, Тории надо брать. Ну, если мы пытаемся сердце убить. Апгрейдиться мы не можем. Нам остается только на элитку пробовать идти. Погнали! Я ничего не боюсь. Даже... Дать... Кому шелбан будем давать? Наверное, тебе. Сердце СТС умрет от варлока, а мое от холестерина. Я... Чаечек, спасибо тебе за донат 128 сердечком. Спасибо большое. Слушай, да ну у тебя не такая уж получается. Прямо... Мега... Жирная еда нормальная. Ну... Не, ну понятно, что она не идеальна. Ну, с точки зрения, как бы там... Выживания в течение длительного срока. Но... Ну, это же... Ты не положил перед собой, знаешь, гамбургер. Два куска хлеба и кусок мяса. Нет. У тебя там и овощи, и все есть. Да, но... Может быть... Получается, что... Жирненькая из-за того, что... Ты... Все это жаришь. Ну... Я... Я не считаю, что вот такая еда это очень плохо. Конечно, лучше есть только сырые или вареные овощи. Ну... Так помереть недолго, знаете ли. От скуки. Мне не нравится то, что он делает. И мне не нравится... 21 здоровье. У меня. А я прошу прощения. Мне призрачность не выдают. Запрещена законом нынче. Все. Благодарю вас. Спасибо. Очень ценю ваше внимание. Игра. Димаровский, спасибо за донат. Варна, ты будешь играть в лоботами Корпорейшн? Нет. Не буду. Она давненько вышла. Я ее посматривал на нее так какое-то время. Потом решил, что это... Не совсем то, что мне надо. Не совсем то, что мне нравится. Эх, приговор бы оставить на следующий ход. Да, капитан. Щелбаны мы будем стакать на коллекционера. Что нам еще остается, да? Олрайт. Еще щелбаны. Щелбаны хорошо, кстати, с наконечником играют. Ну как хорошо. Нормально. Нам надо его попытаться убить или все-таки приспешников? Мы успеем его убить. Со всем этим чудесным дамагом, который у нас в наличии имеется. С этим бессмертием. Нам надо спешить в любом случае. Я думаю, мы пытаемся сейчас его завалить. А приспешников забиваем. Максимум будем их казнить. И все. Ял, Никитка, давай. Хороший день вечера. Щелбан раз. Все. Два на урон. У нас еще два хода бессмертия. Успеем. Должны успеть. Вот здесь перехода в гнев нигде нет. То есть медитировать не стоит. Пустое тело разыгрывать тоже не стоит. Тебя приговорить можно. Ай-яй-яй. 72 урона. Спасибо. Че я скажу. Успели. Весело было. Охренеть. Доигрались, да, капитан? Двадцать семь. Плюс двенадцать. Огромный урон наносим. Просто супер. Если мы сделаем бдительность вспышку, мы получим добор. Если вытащим щелбан, возможно, мы его убьем. Еще лучше пустое тело. Нет, бдительность вспышку, да. Щелбан! Хрен. Это называется хрен. Йоу, килобайт. Спасибо за ретрансляцию. Спасибо. Ничего. Умираем? Да, капитан? Да. Да. Ну, нечего мне по этому поводу сказать. Ну, есть чего. Созерцающее. Классное тюехо. Вообще бомбовое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...